здравствуйте уважаемые доброго времени суток меня зовут ника я рада приветствовать вас на моем канале посвященном американская винтажной бижутерии прежде чем мы сегодня начнем смотреть запланированный вот я хочу еще показать вам пару украшений которые по таймеру не влезли прошлое видео это украшение которое мои авторские сделаны мной вот я хочу показать вам такое колье совершенно прекрасное трехрядная из красных красного цвета бусин в основном это стекло но немножко есть люцита и пластика вот совершенно чуть-чуть вот хочу подметить почему нет уже писали некоторые что они не смешивают там стекло и так далее я вам хочу сказать что объемные колье если вы будете делать только из стекла они будут невероятно тяжелый поэтому я в любом случае рекомендую вам разбавлять потому что иначе это будет очень тяжело носить то есть такая красота три ряда фурнитура под золото тут есть и арт стекло граненые стеклянные бусины так плюс у меня получилось того количества бусин которые у меня были сделать еще такой браслетик в тему так сказать замочек крючочек есть удлинительная цепочка в плане того что это может быть рассчитана на разный так сказать объем руки вот и две пары серег одна вот такая эти очень классные не очень классно выглядят хотя вторые тоже не хуже они просто чуть скромнее первые смотрятся роскошнее вот такие вот 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 такое вот мое вот такая моя работа так а теперь я хочу показать как выглядит тот лут который мы будем сейчас рассматривать значит я его купила у продавца моего которого достаточно часто покупаю его зовут дерек и я точно знаю что здесь будет обязательно что-то интересное поэтому мы с вами это будем распаковывать вместе и рассматривать так поехали да первое украшение которое мне смотрит падает и сказали глаза я просто беглым взглядом уже вижу что вот офигенный молочное стекло стразы такой невероятный красивый объемный кулон и и цепочка тоже из вставок молочного стекла и кристаллика маркировочек я так понимаю здесь нет к сожалению но украшение шикарное так идем дальше такие вот необыкновенные клипсы вообще необыкновенные стеклянные просто сказка какая то это клипсы и берджер маркировочка вообще просто такой как бы широко не широковатая какая-то такая негладкая поверхность она не она гладкая но какая-то она я даже не сказать неровная что ли если вот так вот видно да и за счет этого но вживую они смотрятся интереснее чем почему то не знаю так дальше дальше этой брошь медного медная я не знаю были ли не маркированные за контора компания которая выпускала выпускала из меди украшения как она сейчас не помню вспомню скажу здесь маркировочек нет интересная достаточно брошечка так еще одна брошь золотом тоне где-то конец пятидесятых начало шестидесятых и стекло чем каждая вставочка имеет разный цвет и разную текстуру эти какие-то прозрачные и там матовые ренуар вспоминала за вот то есть может ли быть ренуар надо будет почитать потому что многие компании в какой-то перед времени не маркировались поэтому вполне возможно что так тоже пятидесятые возможно конец сороковых красивезные кристаллы граненые разного цвета что это но елочка наверное я не знаю вот так же да и и носить правильно так цепочка будет непонятная дальше еще одна брошка красивезная черепаха перегородчатая эмаль панцирь очень классно сделано на удивление нет маркировки тяжеловесная такая ты такая как должна быть выглядеть какая-то фирма так дальше колечко колечко шикарное колечко кристаллы стразы центральный кристалл крупная на этой скажем так на резинке грубо говоря за счет этого может одеться абсолютно на любой на любой размер дальше следующее тоже клипсы здесь просто сказочное стекло сказочное с учетом того что это старенькие везде мини ну я думаю что где-то тоже 60 м очень классно смотрятся такая филигранная оправа и нереально крутой кристалл ну это стекло понятно так а сейчас я я удивлена сама если честно и удивлю вас ну кто давно занимается винтажом тот уже наверное понял специфика этого жемчуга такого жемчуга нет ни у кого это у нас мирям хаскел я уже даже не читая скажу но посмотреть надо все равно да вот так вот вот это конечно удача причем состояние я много реставрировала мирям хаскел потому что они очень же давние эти украшения и они уже просто вышли из строя эти интересная какая застежка крючок а это просто в шикарном состоянии на жемчуге вообще нет ни единого схода где-то видно очень хорошо хранилось это все дело следующее ой какая-то же красота с таким эффектом мунгло стекло состояние шикарная им хочу сказать как будто где-то лежала и это у нас 40 винт неожиданно правда до 40 винт и не перестает удивлять последнее время меня такие попадаются украшения я даже не думала что они такие украшения шикарные выпускали так идем дальше колье не красивее зная я ближе вам покажу посмотрите эмаль такие молочного не молочного наверно дать тоже с эффектом мунгло а б по центру и эффект лунного сияния по краям за счет этого смотрится очень дорого место цепочки молочное стекло на пинах и маркировочка тут есть это у нас кора отлично я вам хочу сказать просто отлично но тут достаточно много наверно украшений мы скорее всего не успеем мне еще просят не торопиться все время мне хочется показать побольше очень красивые серьги но я думаю что это 60 может даже начало семидесятых маркировочка тут тоже есть и это тоже кора красотень следующее что нам тут браслет в золотом тоне вставки жуки и скоробей классный браслет это молочное стекло но здесь нет маркировки или шилгик утерян или это был сет но очень конечно похож есть вот вот такое золото с молочным стеклом с отри фаре но там не скоробей конечно но почему нет даже хочешь на цепочка сохранилась ой какая брошечка маленькая да удаленькая великолепные кристаллы фиолетовые все на месте и крупные и маленькие она не маркирована это 40 50 так дальше дальше вот такая шикарная вещь серии эмали клуизаны но сверху это дело залито чем-то или смолой или чем-то или лаком вот и не судя по обратной тестерой стороне это фишн крон это я рассказывал об этом это англо-американская компания идем дальше такие классические лаконичные клипсы наверное это три фаре да да это три фаре идем дальше дальше вот такое интересное колье стеклянные бусины тяжелое вы знаете вот это мне кажется серебро конечно она пострадала от времени все в патине нужно будет почистить разбирать не хочется так сложно сделано и если разберешь здесь как бы точно потеряется вот этот шарм времени поэтому надо будет попробовать почистить не разбирая я не поняла здесь ничего нет опознавательных знаков никаких нет ничего а нет что то есть время не германия не вижу если тут west нет это просто германия это значит что это украшение было сделано до скажем так до окончания войны точно когда германия была поделена на гости здесь интересный очень замочек посмотрите не шпрингель а такой сдвижной это натуральный камень похоже что же дает браслетик фурнитура похоже на серебро следующее украшение которое хочу показать это перламутр перламутр и проставочные бусины под золото и это тонированный камень это не берю за это может тонированный гавлит что-то в этом духе следующая ниточка лазурита очень миленькая но она такая сама по себе не интересная мы что-нибудь с ней придумаем фантазия хорошо работает поэтому мы что-нибудь сотворим так еще же дает красивый такой замок ну так собран конечно жестко на чем-то таком хотя лежит неплохо не буду трогать не буду мучить так брошь центральная вставочка этот перламутровый кабошон двух узлов уравнивая такой подсолнушек и рандомно разбросанные бирюзовые бусинки меленькие это где-то на на 70 так очень интересные тут есть несколько пар серег уже вижу это манне гляньте как интересно сделаны вот это стекло сверху а вот это пластик ну дастесь об стеклянные уши уши бы оторвались 20 веса но очень красивый очень необычные такие достану их несколько я вижу пар серег так сразу смотрим крон три фаре такой белый обалденный пластик чуть 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 резноватый ну мы его подправим посмотрите какая красота просто красота дальше дальше виду же ниточку натурального жемчуга черного через узелок перенесена очень красивый замок и это 925 проба то есть серебро замочек так ну я как сказала хочу достать хочу достать серьги такие тут интересные есть сразу смотрим маркировочку это крамер клипсы очень старенькие тоже патина конечно металл подъела ну блин я не знаю так не хочется вот в таких украшениях не хочется делать замену потому что как бы сама покрытие сама перламутровая целая начнешь сейчас это все долбать она начнет облазить надо будет попробовать почистить не трогая или будет как будет ой какая красота что я вижу что я вижу что я вижу браслет я знаю этот сет и колье такие листья осенние цвете золото это сказочный комплект это крон три фари можно видите сделать украшение без единого камушка без единого украшения просто работа с металлами но это их материал то три фариум видите то есть за множество десятилетий вообще с ним ничего не случилось то есть браслет колье и видите два звена можно убрать это предусмотрено очень хорошо то есть это это пойдет на абсолютно любой размер так дальше дальше вижу очень тоже красивые эти так липсы но с поджимным механизмом что кто у нас тут это лис бюрнар да вообще лот просто сказочный что не украшение то шедевр такие красивезные усыпанные кристаллами клипсы сказочные просто сказочные так еще вижу пару это вообще в стиле мириалом хаскил но я вижу сразу что это кора оказывается кора тоже делали тоже клипсы с поджимным механизмом посмотрите какая ну это просто произведение искусства по-другому не сказать и отличное состояние я не знаю было было ли было ли этот набор собран искусственно или это была чья-то коллекция но мне почему-то кажется что это из одного источника дживани дживани это известная розочка дживани потом очень многие делали закосы под дживани но дживани все равно был первый великолепная брошь цвета античного золота она не маркирована но она сказочно невероятная до 50 крупная такая так что у нас тут еще есть у нас как бы и времени уже немного но хочется и не знаю закончить постараюсь так ой красота просто красота тоже патиной все покрыто металл металл пострадал а сами сам хорошо видно хранилось что сам жемчуг бусины вот смотрите да это покрытие бусин под цвет золота великолепное жемчужное колье длинная со вставками из безель бусин и бусин в виде пуговицы так дальше колье которое было в арсенале каждой уважающей себя женщины в пятидесятых шестидесятых годах у меня у бабушки даже такое было несмотря на то что она не в америке жила но не маркирована это кристаллы тогда только в пятьдесятых появились и были очень популярны следующая резной пластик красота вообще просто красота тоже не маркированная и вставочки несколько бусин с эффектом обе причем покрыто и белые и голубые прозрачные эффектно сделаны это это скорее всего родом из чехословакии я не знаю но это сатиновое стекло я не слышала что в америке его делали но все может быть это бусины розовые неправильной формы это пластик вот это сатиновое стекло так следующее украшение такой великолепный подвес вы знаете думаю что это по золотой это натуральная раковина на цепочке ну это я думаю что 70 и 80 это попозже ой какая брошь сказочная маркировки смотрю сразу нет сова это все кристаллы стекло это видно что это стекло то есть сама сова металл покрашен белой эмалью и стеклянный молочного стекла вставки необычная кстати очень такая необычная так еще одна брошечка сердце обрамлено кристалликами в золотом тоне маркировочек нет но красивая какая так что у нас еще здесь у нас здесь еще есть вот такая брошь 50-е жемчужная вся на золотом на золотой подложке и есть вот такие серьги класснючие это у нас кто м вен ну общий класс так еще тут много серёг это у нас тоже крамер такое вот плетение тоже в свете античного золота бочонки я знаю это украшение это мане у меня такие уже были причем они есть чуть чуть больше чуть меньше тоже классные классно смотрятся отлично сохранились металл только немножко пострадал как и все остальное видно очень хорошо все-таки хранили вот такая брошечка натуральный это камень из нога скорее всего филигран маркировочек нет так еще есть ой какая шикарная брошь она тоже не маркирована но вот не знаю а нет застежка от жильяна хотя сказать возможно что жильяна нет у нее не было таких застежек так что это у нас ой вот этот я тоже знаю у меня есть такой браслет это эйвон это винтажный эйвон это позолота причем такая плотная он хорошо долго носится может быть я к браслету себе оставлю до пары так вот такие ой какая тоже красота ну просто сказка такой эффект битого металла и комбинируется с глянцевой поверхностью это у нас тоже ой кора неожиданно такие тоже поджимной механизм клипсы так ну эти такие достаточно простенькие эмалевые ромбики это у нас на пье да тут не о чем говорить понятно что так так вот такие сказочные эмаль кора тоже это клипсы белая эмаль на позолоте причем позолота просачивается сквозь эмаль получается очень даже эффектно дальше это у нас что это у нас кронтрефари ой тоже красиво ну это для них характерно такая брошировка интересная так следующая брошечка от сара кавентри ну такая известная она часто попадается как достаточно простенькая так следующая это серьги на винтах не буду развенчивать пегас летающий конь единственное что утрачено я думаю кристаллики в глазках нет маркировочки но я думаю что серебро надо поискать пробу ну по крайней мере очень похоже на себя и заканчиваем мы у нас осталось две пары серёг значит вот эти я так понимаю они маркированы такие интересные клипсы ёжики так а здесь тоже нет маркировки вообще серьги на винтах редко маркировались почему-то вот такие вот тоже интересные винтажненькие ну вот и все на сегодня мы заканчиваем пишите что понравилось что не понравилось пишите в комментариях это поднимет рейтинг моего канала подписывайтесь потому что опять же большинство подписчиков смотрят неподписанные видео подпишитесь мне будет приятно вот на сегодня с вами прощаюсь всего хорошего и бай бай ваша ника нет войне